здравствуйте дорогие друзья любители географии и сегодня мы с вами пытаемся закончить тему литосфера и поговорим о основных формах рельефа которые есть на поверхности земли но мы с вами не доработали с темой экзогенные процессы и наша с вами задача разобраться в остальных природных реагентов которые влияют на формирование поверхности суши и так мы с вами говорили о физическом выветривание и сегодня поговорим о ледниковых процессах которые связаны с деятельностью ледников которые при своем движении создают как и все другие агенты перемещения и денудационные и аккумулятивные формы рельефа но прежде всего надо вспомнить что различают два типа ледников это горные ледники и покровные горные покровные ледники имеют шарообразную форму покрывают льдом большие площади где их можно увидеть на поверхности земли конечно в полярных областях земли на островах северного ледовитого океана и конечно в южном полушарии в южной полярной области в антарктиде а вот горные ледники формируются в горах на высотах выше снеговой линии то есть снеговая линия это линия выше которой не происходит таяние ни снега ни льда и в условиях длительного накопления лед под действием собственного веса начинает обладать текучестью и движется под действием силы тяжести вниз по горным долинам ну каковы масштабы таких ледников если вы помните ледяная шапка антарктиды сформировалась достаточно давно и мощность ее достигает сейчас в среднем два с половиной километра максимально доходит до четырех километров на подлёдном рельефе антарктиды а вот ледники гренландии значительно меньше потому что и площадь гренландии меньше и все-таки северное полушарие несколько теплее из-за большего объема суши который более прогревается поэтому мощность гренландского купола достигает одного полутора километров в центре и до 500 метров на побережье но все равно когда с гренландии или с антарктиды вот стекают такие языки в выводные ледники на поверхность моря они под действием прибойной волны откалываются и образуют гигантские айсберги в горах ледники значительно меньше по своим объемом потому что и скорость накоплений снега значительно меньше но мощность таких ледников в долину может доходить до нескольких километров а толщина таких ледниковых языков может достигать нескольких десятков метров движущийся лед производит разрушение постелающих горных пород путем выпахивания то есть он как бульдозер движется по поверхности земли и этот процесс называется экзорация то есть те формы рельефа которые производят на поверхности земли ледники называются экзорационными формами рельефа мы с вами уже говорили о иоловых процессах абразионных и так далее а это экзорационные формы рельефа так называется деятельность ледников в результате экзорации образуются на поверхности скальных пород шрамы огромные борозды как будто гигантский тигр точил свои когти сглаженные поверхности барани лбы котловины углубления корытообразные ледниковые долины троги посмотрите пожалуйста вот мы с вами видим такую троговую долину когда-то сюда спускался ледник и выпахал такую троговую долину и троги это вот эти замечательные сейчас я покажу вам курсорчиком секундочку вот эти замечательные выступы это как раз когда-то было ну более ранее скажем так ложа ледника ледник проходил и образовал вот такой вот трог такой уступ который говорит о том что в этой долине были неоднократные оледенение деятельность ледников экзорация или выпахивание которые образуются благодаря огромному давлению движению льда естественно производит и денудационные и коммультивные формы рельеф вот мы с вами сейчас видели одну ледниковую долину которая приобрела уже корытообразную форму ну трог это корыто в переводе с немецкого языка а вот верхних частях горно-долинных ледников образуются очень интересные чашеобразные кары и более крупные цирки это вот как раз те места где образуется ледник посмотрите пожалуйста вот чаша в которой когда-то был ледник и кар в переводе с немецкого означает кресло великана когда-то это был цирк такая круглая чаша стенка которой была сломана движущимся ледником и образовалась вторая форма следующая форма развития цирка образовался кар ну а на второй иллюстрация мы с вами видим как раз как вот в таком каре сейчас находится ледник это катунский ледник на алтае и как видите здесь идет зона накопления снега льда превращение снега фирн потом в лед и это сопровождается достаточно большим выбросом энергии который и выталкивает этот ледник на склон а под действием силы тяжести ледник продолжает свое движение ну вот когда-то возвращаясь из экспедиции пролетая над северным уралом мне удалось в иллюминатор сфотографировать в иллюминаторе самолета сфотографировать вот такие замечательные кары и цирки как раз этой горной области и так это северный урал и очень хорошо здесь видно посмотрите пожалуйста вот он кар и долина которую образовал горный ледник вот еще один кар здесь даже было наверно два ледника они тоже выходили в горную долину образуя троговой долины но сейчас на северном урале оледенение как такового практически нет из-за глобального потепления климата там есть лишь только формирование таких мощных снежников накопления снега во время зимнего сезона ледники двигаясь по поверхности по горным породам создавая вот эти борозды царапины так называемые ледниковые шрамы которые показывают направление движения ледника вот на левой иллюстрации очень хорошо видно в каком направлении двигался ледник оставляя вот такие гигантские борозды скальные выступы пород склаживаются под действием льда возникают так называемые бараньи лубы такие округлые формы рельефа которые располагаются навстречу ледника а крутой обрывистый склон находится с другой стороны вот скопление таких бараньих лубов образует очень интересную экзорационную динодационную форму рельефа которые называются курчавые скалы но не только динодационная деятельность характерно для ледников в процессе своего образования и развития в теле ледника и на его поверхности в результате склоновых процессов накапливаются обломки различных горных пород это обломки разной величины песок пыль глинистой частицы щебень гигантские валуны и глыбы там где кончается ледник происходит его таяния и на конце ледника вот как раз и скапливается такая аккумулятивная форма рельефа в виде огромного вала которое называется марена вот как раз сейчас мы с вами видим на иллюстрации на конце катунского ледника такой огромный холм из обломков разной величины это конечная марена которая расположена на конце этого ледника отложенная у края ледника марена создает вот эти аккумулятивные ледниковые формы рельефа в виде холмистых или конечно маренных валов и гряд а талые воды ледника промывают размывают эту отложенную марену и уносят из нее более мелкие песчаные глинистые отложения мелкие обломки поэтому маренные холмы и гряды чаще всего сложены очень крупно обломочным материалом потому что мелко обломочный материал в основном вымывается песком водой простите талые ледниковые воды которые образуются в теплый сезон в результате таяния ледника и несущие очень много мелких обломков откладывают его уже за краем марены и в результате вот этого накопления вот этих тонкодисперсных обломках образуются очень интересные песчаные равнины которые называются зандрами или зандровыми равнинами вот мы сейчас с вами на иллюстрации как раз видим такую огромную зандровую равнину сложенные водно-ледниковыми отложениями ну а при таянии то есть отступление ледника он все время пятится вверх в сторону своего кара откуда он выходит в конце концов его исчезновение содержащиеся в нем обломки разного размера проецируются на земную поверхность и покрывают ее как бы плащом таким огромным слоем наносов в этом случае образуются несортированные покровные маринные отложения которые представлены обычно валунами с углинками с уписями обломками разной величины еще одна очень интересная кумулятивная форма рельефа которую можно встретить в районах водно-ледниковых отложений это озы они представляют собой протяженные очень извилистые гряды или валы которые могут достигать высоты 20-30 метров они сложены слоистыми песчано-галечными или песчано-гравийными отложениями и образовались вследствие прохождения водных потоков на поверхности или внутри ледника которые переносили вот этот песчано-гравийный материал когда ледник растаял отступил этот материал оказался спроецирован на поверхность суши в виде вот такого вала такого холма не в форме корыта которую он имел в реке текущей по льду а именно в форме вот такого вала озы всегда ориентированы по направлению стока воды с ледника а следовательно указывают нам на направлении его движения вот посмотрите пожалуйста проекция этих валов на поверхность они вытянутые узкие и как я уже сказала могут быть высотой до 20-30 метров так что это достаточно большие по своим масштабам формы рельефа скажем так мы их отнесем наверное мезо и микро формам рельефа которые образуются вследствие такой аккумулятивной деятельности ледников еще один очень интересный вид форм рельефа именно аккумулятивных это камы холмы такой очень интересной изометричной формы несколько ниже высотой до 10-20 метров редко больше они бывают размеров сложные чередованием слоев разнозернистых песков слоев глины редко с отдельными гальками валунами но опять же что могло это сформировать конечно же водные потоки но эти отложения сформировались в озерных котловинах расположенных на поверхности ледника то есть на поверхности ледника иногда образуются такие пространства которые заполняются талой водой и образуются озера а вот после таяния ледника оказалось как иозы камы проецируются на поверхность земли коренных пород и образуют вот такие вот холмы на месте озер смотрите очень интересно конечно вот такие формы рельефа которые являются положительными и образованы конечно аккумулятивной деятельностью ледников так такое можно встретить часто в ледниковых долинах но можем ли мы с вами наблюдать водно-ледниковые формы рельефа или ледниковые формы рельефа после последних четвертичных оледенений конечно же да это и валдайская возвышенность и смоленско-московская возвышенность и северные увалы и сибирские увалы в пределах западно-сибирской низменности такой мареногрядовый рельеф мы можем наблюдать с вами на северо-американском континенте в пределах великих равнин великих северных равнин извините северной америки так что конечно четвертичное оледенение последний из которых закончилось примерно 14-18 тысяч лет тому назад тоже оставили положительные формы рельефа образовав вот такие возвышенности сложенные разнообразными водно-ледниковыми отложениями еще один очень интересный процесс связанный с физическим выветриванием и с процессами скажем так деятельности силы тяжести это склоны или гравитационные процессы которые развиваются на склонах под действием силы тяжести и формируют эти склоны вот посмотрите пожалуйста как на Алтае на Чулышманском Нагорье образовались вот такие огромные конусы выноса под действием склоновых процессов здесь образовались вот такие плащи наносов на склонах состоящие из обломков разной величины и конечно скользя по крутым склонам огромное количество массы горных пород образуют вот такие своеобразные формы рельефа если в нижней части разреза склона присутствует водоупорный глинистый слой горных пород то на нем могут даже развиваться процессы оползания в этом случае образуются оползни и склоны оползания посмотрите пожалуйста на оползень который образовался в одном из населенных пунктов Китая и посмотрите какую катастрофу он принес в этот населенный пункт огромные массы горных пород которые были пропитаны влагой скользили под действием силы тяжести по глинистому основанию подстилающих горных пород и привели вот к такой катастрофе когда под огромной массой горных пород были погребены здания оползень это оторванная или смещенная вниз по склону под действием силы тяжести такая монолитная масса пород которая обычно сохраняет свое строение но на месте трещины отрыва образуется такой обрывистый склон такое обнажение которое именуется оползневым цирком вот как раз на иллюстрации мы с вами можем видеть этот оползневый цирк и мы видим как произошло смещение большой массы монолитные монолитные породы и в результате нарушилась транспортная магистраль это оползень который образовался на территории чеченской республики в системе большого кавказа а это уже оползень который мы с вами наблюдаем на иллюстрации оползень который образовался на территории бразильского плоскогорья также большое количество насыщенных водой горных пород под действием силы тяжести соскользили по коренным породам и опять же принесли разрушение в населенный пункт который находился у подножия этого склона так что конечно оползни к сожалению вызывают очень серьезные последствия вот эти обвалы обрушения потоки земли грязи падающих камней обычно происходит во время плохой погоды когда сильный дождь сильный ветер это может произойти и в результате землетрясений это может произойти в результате наводнений схода лавины летания снега так что действительно образование оползней может иметь катастрофические последствия но особенно если оно прерывает пути сообщения дорожные железнодорожные канатные дороги или повреждает инфраструктуру территории какие-то важные здания жилые постройки электросети телекоммуникации каналы трубопроводы резервуары для воды и так далее так что конечно оползни и склоновые процессы относятся к катастрофическим явлениям которые привносят в жизнь людей разрушения еще один очень интересный процесс который объединяет в себе как физическое выветривание так и химическое выветривание это карстовые процессы что такое карстовые формы рельефа это формы рельефа образованной деятельностью подземных вод на участках суши где залегают растворимые горные породы ну какие горные породы мы можем назвать водорастворимыми это известняки это гипс каменные калийные соли и другие вот в карстовых формах рельефа преобладают в основном замкнутые отрицательные формы рельефа неположительные которые поднимаются над поверхностью земли а наоборот отрицательные формы рельефа ну на поверхности это могут быть карстовые воронки котловины а под землей это могут быть колодцы пещеры давайте рассмотрим с вами некоторые вот такие формы проявления карста и так на поверхности когда происходит просадка на грунта над пустотами вы выметыми водой в горных породах вот образуются такие карстовые воронки карстовые колодцы которые могут уходить на достаточно большую глубину а под землей в толщах известняковых меловых гипсовых отложений где вода размывает растворяет эти горные породы образуются очень интересные формы рельефа которые называются пещеры с одной стороны конечно это проявление процессов денудации но здесь происходят и аккумулятивные процессы потому что с потолка пещер стекают струйки и капли воды в которых растворены известняковые гипсовые и другие виды пород и постепенно тонкой тонкой пленочкой которая достигает толщины каких-то нескольких микрон постепенно происходит накопление этих отложений и тогда вырастают сталактиты вот такие сосульки такие колонны сталагмиты а когда сталактит и сталагмит срастается в единую колонну это называется сталагнатом конечно это в большей степени процесс химического выветривания потому что идет разрушение горных пород в результате природного химического процесса растворения есть конечно процессы которые связаны и с окислительными процессами под действием кислорода есть процессы кристаллизации например в пустынях происходит образование солевых гипсовых кор выветривания и например в пустыне сахара можно встретить очень интересный объект такой аккумулятивные формы но микроформы это сахарские розы в виде цветка сросшиеся кристаллы но конечно наиболее ярко химическое выветривание проявляется в карстовых процессах на самом деле не кажется она очень большой но мы как раз здесь с вами видим и процессы окисления вот эти вот коричневые налеты это процесс ожелезнения и здесь конечно постарался кислород и вода образование вот таких огромных натеков сталактитов сталагмитов это все аккумулятивные формы под землей ну вот такой зал может составлять размеры в несколько футбольных полей хотя из-за того что мы находимся под сводами пещеры нам не кажутся они такими огромными одно из наиболее интересных проявлений формирование пещер можно встретить на урале это знаменитая кунгурская ледяная пещера одна из самых популярных достопримечательностей Урала эта пещера находится в Пермском крае на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур примерно в ста километрах от города Пермь ну это одна из крупнейших карстовых пещер на территории европейской части России это седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности она достигает 5700 метров то есть представляете почти 6 километров протяженность такой пещеры под землей интересно то что температура там достаточно постоянно в течение всего года в зависимости от того это верхняя часть пещеры или нижняя от плюс 5 градусов в верхней части до минус 2 в нижней части и здесь всегда относительно влажность воздуха сто процентов Кунгурская пещера содержит пятьдесят восемь гротов там можно увидеть семьдесят озер очень интересные высокие шахты доходящие почти до поверхности возраст Кунгурской пещеры составляет порядка десяти двенадцати тысяч лет ну а так как я вам сказала что здесь температура в нижней части пещеры отрицательная поэтому и здесь вода находится в твердом агрегатном состоянии образуя вот такие ледяные сталактиты сталагмиты сосульки конечно это бесподобное зрелище еще одна очень интересная пещера это пещера джета на территории ливана которая состоит из двух раздельных но соединенных друг с другом карстовыми известняковыми пещерами верхнего грота и нижнего грота посмотрите какие своды пещеры какие сталактиты свисают с потолка пещер какое подземное озеро и подземная река протекает по этой пещере общая протяженность нижней галереи почти 7 километров расположена она на 60 метров ниже чем верхняя галерея но в нижней галереи протекает удивительная подземная река вот такого потрясающего бирюзового цвета как я уже сказала здесь есть и подземные озера и удивительно красивые сталактиты со сталагмитами еще один очень интересный вид химического выветривания создает вот такие уникальные поверхности химическое выветривание в большей степени способствует раздроблению горных пород твердых горных пород и здесь возникает целый ряд более растворимых соединений которые уносятся водой но химическое выветривание связано с химическим воздействием на породу составных частей воздуха кислорода углекислого газа и в особенности различных водных растворов которые проникают в толщи горных пород если процессы физического выветривания особенно энергично протекает в условиях пустынного климата или например холодного климата помните мы с вами говорили о морозном выветривании то процессы химического выветривания наоборот активнее протекает при достаточном количестве тепла и влаги то есть в условиях жаркого пояса и следствие вот таких процессов посмотрите пожалуйста в известняковых породах могут формироваться вот такие поверхности которые мы называем сотовым выветриванием то есть разрушение и выпадение неустойчивых минералов и небольших участков пород на обнаженной поверхности скал которые абсолютно лишены растительности в результате чего происходит формирование вот такой шероховатой поверхности которая напоминает пчелиные соты отсюда и такое название сотовое выветривание так что это еще одна из разновидностей воздействия одной из разновидностей воздействия химического выветривания ну а еще один тип выветривания это конечно органическое выветривание или мы его еще называем биологическое биогенное что это такое Это разрушение горных пород и изменение рельефа под действием живых организмов. Ну, я думаю, что те, у кого есть дачные участки, сталкивались уже с подобными процессами. Когда мы с вами весной приезжаем на дачу, когда сошел снег, то мы с вами видим очень активную жизнедеятельность подземных жителей, таких как кротов. И, конечно, нам совсем не нравится видеть на поверхности наших красивых ровных газонах холмики земли, которые оставляют кроты в результате своей активной жизнедеятельности. Но, конечно же, в результате жизнедеятельности живых организмов и продуктов распада отмерших организмов происходит как бы механическое раздробление горных пород. Кстати, не только механическое, но и химическое изменение минералов. Сейчас мы с вами об этом поговорим, как это происходит, которое также приводит к разрушению горных пород. Так что выветривание, которое происходит под действием живых организмов, называют органическим выветриванием. Но в конечном итоге оно все равно сводится к химическому или физическому выветриванию. Так что все три эти процесса очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Вот сейчас что мы с вами видим на этой иллюстрации? Конечно, скальные горные породы, которые прорезаны многочисленными корнями какого-то мощного дерева. И это привело к образованию обломков этих коренных пород. Да, действительно, вследствие развития корневой системы растений может происходить разрушение этих горных пород. Но еще большая роль в биологическом выветривании пород принадлежит, как ни странно, лишайникам, которые разрушают породы, как химически выделяя углекислоту и кислоты. Они растворяются атмосферными осадками и начинают растворять и поверхность горных пород. Кстати, если вы соскоблите с поверхности скальной породы вот такие накипные мхи или лишайники, опустите их какое-то количество в воду, подержите в воде, сделайте такой маленький настой, а потом поместите туда лакмусовую бумажку, она вам покажет не нейтральную среду совсем, а скорее кислую среду. То есть под действием органических кислот, особенно гуминовых, под действием микроорганизмов происходит разрушение поверхности горных пород. И, конечно, вот эти лишайниковые кислоты, это очень сложное соединение ароматических фенолов, которые образуются в вот таких вот накипных лишайниках и приводят к разрушению медленному, очень медленному, но все-таки разрушению поверхности горных пород. Ну, здесь мы с вами опять видим, как на скальных породах произрастают растения и своими корнями разрушают, расслаивают эти горные породы, раздвигая для себя жизненное пространство в трещинах. Я думаю, что вы не раз замечали, как из-под асфальта пробиваются некоторые растения, не только одуванчики, но и некоторые виды трав, кустарники. Одно из мощных растений, которое способно пробить асфальт, это ростки бамбука, представляете себе, да, даже такие твердые поверхности, это удивительное растение может пробить себе путь к свету. Ну, и, конечно же, еще очень большими разрушителями поверхности это являются различные землеройные животные. Так что биогенное выветривание, которое производят живые организмы и бактерии, грибки, вирусы, рощи животные, низшие и высшие растения, лишайники, все это воздействует на горные породы, все это приводит к формированию различных форм рельефа. Я думаю, что одна из самых больших опасностей, например, оказаться где-нибудь в Южной Африке в районе места жительства, в районе ареала обитания африканских сурикатов, которые роют норы протяженностью до нескольких десятков километров. И совершенно спокойно можно попасть вот в такую нору, ногой, если перемещаться по поверхности. Как вы понимаете, ничего хорошего это не произведет для человека. Посмотрите, суслики, которые роют норки, различные норы птиц, животных, насекомых, которые способствуют разрушению горных пород. Ну, конечно, более рыхлых. Кристаллические породы вряд ли эти животные смогут разрушать. Ну, вот, посмотрите, сколько различных роющих животных могут изменить рельеф поверхности. Конечно, это будут даже не микроформы рельефа, а наноформы рельефа. Это и слепыши, и кроты, и вот такое очень интересное животное, звездонос, у которого на носике такая красная звездочка, образовалась такие выросты. Это слепушонка, это золотокрот и так далее. Все эти животные, конечно, создают формы рельефа. Итак, мы с вами обсудили очень многие интересные моменты и пришли к выводу, что рельеф является результатом взаимодействия как эндогенных процессов, которые создаются внутренней энергии Земли, так и внешних процессов, которые управляются энергией Солнца. Конечно, на поверхности Земли наблюдаются различные неровности от небольших холмиков и ямок, которые создали, например, животные, до высоких гор и глубоководных впадин, которые связаны с движением литосферных плит. Вот совокупность всех неровностей земной поверхности называются рельефом и сами неровности называются формами рельефа. Формы рельефа отличаются друг от друга очертаниями, размерами по площади, относительной высотой или наоборот глубиной, происхождением и возрастом. Формы рельефа по своим размерам мы можем разделить на суперкрупные или, например, планетарные формы рельефа, такие как выступы материков и впадины океанов, крупнейшие формы рельефа или мегарельеф, крупные, макрорельеф, средний, мезорельеф, мелкий микрорельеф и, конечно, супермелкие, которые можно назвать наноформами рельефа. Ну, как я уже сказала, к планетарным формам рельефа, крупнейшим формам рельефа, мы можем отнести крупные выступы и впадины земной поверхности, это выступы материков и впадины океанов, которые возникают и развиваются в результате глубинных планетарных процессов. К планетарным процессам также относится мировая система глубинных разломов, рифтовая зона, разбивающая литосферу на ряд литосферных плит, огромных блоков, о которых мы с вами недавно вели разговор. Ну, мегарельеф образует такие крупные формы рельефа на материках, как гигантские Нагорье, горные страны. Представьте себе анды, которые протянулись вдоль западной окраины южноамериканского континента на 7,5 тысяч километров. Или еще одна крупная форма рельефа – амазонская низменность, самая крупная из низменных равнин земного шара, площадь которой достигает 5 миллионов квадратных километров. Конечно, и Нагорье, и горные страны, и обширные равнины, и низменности – это все будут такие мега формы рельефа. Макрорельеф мы можем представить отдельными возвышенностями и низменностями в пределах больших равнин. Ну, например, Среднерусская возвышенность, Сибирские увалы. Незоформы образуют, то есть формы средних величин, образуют долины небольших и больших рек, овраги, балки, какие-то отроги хребтов, отдельные большие крупные холмы. И микрорельеф – это еще более мелкие формы, которые, например, представляют собой какие-то бугры и пучения, речные косы, воронки, промойны. Ну, а к нанорельефу мы, конечно, можем отнести совсем мелкие карликовые формы, высотой не более первых десятков сантиметров. Например, песчаная рябь на пляже, кротовые холмики, мелкие западинки, лужи, болотные кочки и так далее. Но основными формами рельефа суши, конечно, мы с вами по-прежнему называем горы и равнины. Итак, рельеф, совокупность неровности земной поверхности является результатом взаимодействия внешних сил, которые создают, выравнивают неровности земной поверхности, и внутренних сил, которые создают достаточно крупные формы на земной поверхности. Вот эти две основные формы, горы и равнины, присутствуют не только на суше, но присутствуют и на дне океана, потому что мы с вами знаем, что на дне океана протянула система гигантских срединноокеанических хребтов, протяженность которых более 65 тысяч километров, а дно океана представлено обширными абиссальными равнинами, огромной площади. Но давайте разберемся, что же мы все-таки называем горами, а что мы, какие формы рельефа будем называть равнинами. Ну, в образовании и тех, и других участвуют, как я уже сказала, и внешние, и внутренние процессы. Они идут параллельно друг с другом, но в зависимости от одних или других процессов преобладают несколько разные формы. Ну, наиболее крупные неровности земной поверхности, в основном, это мегаформы и макрорельеф, здесь большую роль играют эндогенные процессы, а в образовании остальных форм рельефа в основном больше принимают экзогенные процессы. Горы и равнины, конечно, различаются по своей высоте, по своим размерам, по своему внешнему виду. И давайте попытаемся с вами сейчас разобраться в классификации этих основных форм рельефа. Что такое горы? Это приподнятые над поверхностью прилегающих равнин, прилегающих равнин огромные территории, которые имеют достаточно большие перепады высот, значительно более 200 метров, и имеющие очень большие и крутые склоны. Вот большие участки суши с такими параметрами называются горными странами или горными системами. Ну, например, это горные системы Алтая, это горные системы Кавказа, Тяньшаня, Памира, Гималаев и так далее. То есть вот такие крупнейшие формы рельефа, которые образуются вследствие гигантских процессов, происходящих внутри Земли, и о которых мы очень много с вами говорили. Вот что характерно для этих горных стран, ну, это прежде всего, конечно же, определенное строение. Горы поодиночке не стоят, они образуют горные хребты, то есть линейно вытянутое горное поднятие с круто падающими в разные стороны склонами, и обычно вот эти вершины горных хребтов или гребень, самая высокая часть горного хребта, является водоразделом, то есть разделяет воду, которая стекает с одного склона и с другого склона, может относиться даже к бассейнам разных океанов. Эти реки, которые берут начало на разных склонах вот таких гор. Конечно, это положительная форма рельефа, которая поднимается над поверхностью суши, но есть отдельная, конечно, вершина. Это самые высокие точки горных хребтов, например, Джималунгма, высота которой 8848 метров над уровнем моря, и она находится в районе главного хребта Гималаев. Есть горы, которые имеют острые вершины, тогда они называются пиками, а есть горы с плоской вершины, мы с вами видели такие горы, например, Тепуи в Южной Америке, и тогда они называются столовыми горами. Еще мы с вами столовые горы видели в пределах Южной Африки. Линия на хребте, которая соединяет, вот мы с вами видим вершину Эверест, как выглядит эта гигантская вершина на земной поверхности, крыша мира Эверест или Джималунгма, второе название. Части гор вершина, склон, подошва или подножие склона. И посмотрите, пожалуйста, линия на хребте, которая соединяет вдоль него самые высокие точки, называется гребнем. Обычно в профиле гребень имеет такой волнообразный характер, а высокие точки гребня соответствуют горным вершинам, а вот самые низкие точки соответствуют седловинам. Ну, наиболее низкие седловины служат перевалами, по которым люди могут переходить с одного склона на другой. А вот место пересечения нескольких горных хребтов называется горным узлом. Так что, как видите, очень сложное строение гор, и, конечно, это вот такие линейно вытянутые поднятия с пересекающимися разнонаправленными горными хребтами и образуют огромные горные страны. То есть горные страны или горные системы, второе название, которые, конечно, включают в себя разнообразные горные сооружения. И на горе, и линейно вытянутые хребты. Поэтому возьмите, например, карту Южной Америки и посмотрите, какие части горных сооружений входят в состав южноамериканских кордильер. Это официальное название, а более, скажем так, распространенное название южноамериканские анды. В переводе с языка инков означает «медные горы». Ну, а как же делятся горы по высоте? По высоте мы можем с вами выделить высокие-высочайшие горы. Высокие – это те горы, которые имеют абсолютную высоту выше двух тысяч метров, а высочайшие поднимаются на высоты более пяти тысяч метров. Посмотрите, пожалуйста, как выглядят высокие-высочайшие горы с острыми пиками, с крутыми склонами. Конечно, это и Гималайи, конечно, это и Эльбрус на Кавказе. Это все высокие-высочайшие горы. Средневысотные горы – они обычно имеют высоты в пределах от тысячи до двух тысяч метров. И третий тип гор по высоте – это низкие горы. Это горы абсолютной высоты, которых не превышают тысячи метров, обычно в пределах от восьмисот до тысячи метров. Что мы можем с вами отнести к этим горам? Это, конечно же, например, Апалачи, это Южный Урал, это Большой водораздельный хребет. Вот это все, скажем так, горы, которые мы можем отнести к низким горам. Равнины – это части, обширные участки земной поверхности с небольшим уклоном и небольшими перепадами высот в пределах двухсот метров. По характеру рельефа равнины могут быть плоскими, холмистыми, волнистыми. Они могут быть вогнутыми, выгнутыми. По абсолютной высоте мы с вами можем выделить равнины, которые находятся ниже уровня моря. И такие равнины называются депрессиями или впадинами. Низменные равнины с высотами от нуля до двухсот метров или низменности. Возвышенные равнины от двухсот до пятисот метров над уровнем моря. И плоскогорные равнины более пятисот метров над уровнем моря. Как вы видите, конечно, эти огромные территории отличаются небольшими перепадами высот достаточно плоской или холмистой поверхностью. Но вот равнины, абсолютная высота которых не превышает 200 метров, конечно, это низменности. На картах они обычно показаны зеленым цветом. И один из примеров таких, посмотрите, плоская, даже вогнутая немножко, западно-сибирская низменность. Или, например, Окско-Данская равнина в пределах восточно-европейской равнины. Или, как я уже называла, самая большая по площади, амазонская низменность. Возвышенные равнины. Ну, это равнины, которые приподнимаются на высоты более 200 до 500 метров. И часто холмистые, волнистые. Они, конечно, выглядят совсем по-другому. Вот, например, Валдайская возвышенность в пределах восточно-европейской равнины. Или Южно-Шотландская возвышенность. То есть, посмотрите, какая пересеченная местность, какая холмистость. Ну, и равнины, абсолютные высоты, которых достигают высот более 500 метров над уровнем моря, мы называем плоскогориями или плато. Здесь тоже ровные поверхности. Они равнинные. Но они имеют достаточно большие высоты над уровнем моря. Как, например, Среднесибирское плоскогорие приподнято выше 500 метров над уровнем моря. Или, например, Бразильское плоскогорие. Посмотрите, даже непонятно, что это за равнины. Скорее, это горы. Настолько пересеченная местность, настолько глубокие горные долины. Но плоские вершины, выровненный рельеф на поверхности этих плоскогорий заставляет их относить к равнинным формам рельефа. Ну, и, конечно же, плато Путорана, которое мы с вами уже в прошлый раз видели. Да, и мы с вами видим вроде бы глубокую долину, такую каньонообразную, но при этом ровные платообразные вершины поверхности плато Путорана. Или Аннабарского плато. К чему относить? К горам или к равнинам? Конечно, к равнинным формам рельефа. Вот такая интересная особенность. И немножко на закрепление материала. Из предложенных ниже групп форм рельефа давайте попытаемся найти лишнюю. Какая форма рельефа будет лишней? Гималайя, Великое Китайское, Альпы, Анды. Что мы здесь с вами выберем? Конечно, Великую Китайскую. Почему? Потому что это равнина. Гималайя, Альпы и Анды – это горы. Западно-сибирская, Восточно-европейская, Средне-сибирская и Уральская форма рельефа. Что здесь будет лишним? Конечно, Уральские горы, потому что все остальное – это равнины разных высот. И последнее. Кордильеры, Крымские, Кавказские горы и Памир. Что здесь лишнее? Вы считаете Памир? А может быть, все-таки Кордильеры, потому что и Крымские, и Кавказские, и горы Памира находятся в пределах Евразии, а Кордильеры расположены в Северной Америке. Мы с вами закончили тему литосферы. Надеюсь, что для вас многое открылось интересного. И на следующем занятии мы с вами поговорим уже о воздушной оболочке Земли, которая окружает нашу планету и дает возможность жизни живым организмам на нашей удивительной голубой планете Земля. Всего хорошего, друзья мои. До следующей встречи. Продолжение следует...